Опа, всем привет! С вами, правильно, Ингвер, а точнее шеф-повар Ингвер. Да, я скажу именно шеф-повар, потому что мы играли в кукинг-симулятор, вы видели, как я там, я по профессии повар, вы просили, чтобы я что-то наконец-таки приготовил, готовил, и, в общем, добро пожаловать на рубрику под названием «Как дома вкусно?». Да, вот именно так, и еще вот с такой, как бы, темой, как бы за низкую цену хорошее качество, хороший результат, точнее, да, за низкую цену. Я, как бы, сегодня хочу приготовить вам шаверму, может быть, это для начала даже неплохо, может быть, я даже для начала, для новичка, слишком уж так, это самое, заехал, но хочу попробовать домашнюю такую шаверму, что ж получится, я даже не знаю. И еще выбрал самые такие легкие ингредиенты, так сказать, ингредиенты, да, и сегодня я вам покажу, как это у меня получится, попробуем, проманипулируем все, все постараюсь показать, все процессы, где-то, может быть, я, так сказать, вырежу, где-то еще, поэтому не удивляйтесь, там, во время монтажа как-то там, может, что-то не так получится. Мы, так сказать, посмотрим, что получится, как будет это вообще вкусно или нет. И, вообще, я посчитал уже, как бы, сколько эта шаверма будет стоить, а стоит она будет 3,5 евро. То есть продукты элементарные, обычные продукты. Это у нас лаваш, 190 грамм, цена ее примерно, где-то там была около евро. Дальше, что мы, у нас помидоры стоят, если один считать, примерно 50 центов, евро, само собой, в евро у нас 50 центов евро, лук 35 центов и огурец где-то 40 центов. Само собой, специи обычные, тут черная приправа, не реклама, конечно же. Потом у нас укропчик есть, желтая специя, ну и, как бы, специи для курицы. Ну и, конечно же, соуса уже готовый, как бы, лайфхак такой, да, купите готовый соус, и все нормально будет. То есть острый соус тексикана и тысяча островов такого соуса, да, то есть такой, как бы, микс, не микс, нежное и острое. Вот, ну и, в общем, давайте, так сказать, сначала мы помоем ручки. Это самое главное. Я на сеять, меня слышно, я не знаю, это очень странно выглядит, но обязательно моем, после каждых этапов мы всегда моем, а не облизываем или там альса идет, потому что другие, в принципе, за этим, как бы, не следят. А гигиена, в принципе, она важна. Я хочу начать с очень простого, это с лука, уже все почищено, все готово. Что мы будем с ним делать? Я хочу порезать соломочкой и обжарить до золотистой корочки на сковороде и, так сказать, в начинку, потому что соломочку будем резать, потому что, как бы, если положить просто лучок, но как-то не очень, а вот когда обжариваешь, это самое, он такой, как бы, и как хрустит, и как бы не хрустит, это самое то. В общем, режем соломочки. Здесь, может быть, у нас маленькие проблемы быть, в том смысле, что все, что у меня дома есть, может все не так быть. То есть, сковорода самая обычная, дешевая, не какая-то там а-ля. Нож, вот нож очень хороший. Вот я им только пользуюсь, очень вот хороший нож, и как бы им только режу, и все. Конечно, вы хотите, чтобы я здесь, блин, скорость показывал, да, скорости здесь не будет. Я хочу дома не спеша, аккуратненько все сделать. Но вот под конец можно турбо-включить. Если лук был бы еще меньше, например, в два раза, я бы резал бы вот так. Но так и не хочу, потому что придут соседи. Да, поэтому режем спокойно соломочки во время жарки. Мы посыпем укропом чуть-чуть и перцем. Да, вот посыпем, когда уже будет полностью почти что-то готово. Теперь включаем плиту на двоечку, включим. Так, плита у нас очень крутая, как вы заметили, она поменялась. Не то, что так, как тогда было, полный ужас. Да, очень крутая плита. Я надеюсь, я ее включил. Конечно, если вспоминать видео, где канал Brian Maps, он там готов, конечно, там я временами как бы, я-моё. Но, надеюсь, у меня будет более-менее лучше. Вот, ну если будет одинаково, ну, значит, так обучали. Немного подождали. Масло разогрелось на сковороде. И теперь кладем мы лук. И лучше всего класть в разогретое масло. Я поставил здесь на двоечку, максимум три. Теперь мы вот так вот, бац, кладем в лучок. Надеюсь, сейчас не вспоминет ничего. Нет. И можно температуру, так сказать, поменять. А почему бы нет? Взять и поменять. Например, поставить на полтора, чтобы ничего не сгорело. Выпендриваться я не буду со сковородой, потому что я как бы в школе не особо так делал. Но не вижу смысла это делать, особенно дома. Ну и пусть оно, так сказать, себе и жалится. И все, и как бы забываем, что оно жарится. Но немножко надо вспоминать. Пусть оно жарится. Надеюсь, это нам мешать не будет. Но теперь, следующий этап, каков нам нужно порезать огурец и помидоры. Начинка у нас вот будет такая. Тоску можно не мыть, потому что что тут лук. Да, запах, вкус. Но это не особо помешает. Нож обязательно мыть всегда. Например, особенно, когда вы порезали мясо и хотите потом что-то порезать, а этот продукт обрабатываться никак не будет, то лучше мясо помойте. Если у вас один, например, нож, как я вас хочу делать, то мясо, например, порезали, помыли и потом опять резать и все такое. Теперь я хочу порезать огурцы. Значит, это у нас на две, так сказать, порции. Я хочу порезать на четверти. Все это очень элементарненько. То есть мы берем и режем вот так. Не забываем, само собой, про лук. Конечно, помешивать часто очень не надо, потому что, как бы, смысл. Пусть он себе жарится и все. Просто самое главное не забыть о нем. Теперь тоже мы делим здесь на пополам. То есть пополам и еще раз пополам. Да. И вот у нас такая будет начиночка. Режем как бы на четверти. Не надо здесь уж прям так за толсто, за тонко, средненько режем. Вот так. Следующий этап. Помидор. Да. Что можно сказать про помидор? Ну, вытащим мы середину. Она нам не нужна. Можно вырезать вот именно так. И порежем мы сначала кружочками. Порежем. Вот. Вытащил прям вообще профессионально вытащить. Порежем мы сначала вот так кружочками, а потом соломками. В общем, это же мы все делаем дома. Помидор настолько мягкий. Он как бы, ну, мягковат. И нож, видимо, не очень острый. И, как я хотел, не получается. Поэтому заточите лучше ножи. У меня как бы нечем. Но это неважно. Порежем напополам. Ничего страшного. И теперь другим методом. Заодно вас научу, как, так сказать, резать. Соломкой можно по-всякому резать. Как бы сначала, давайте, вот так порежем. Да. Но, чтобы сок не выделялся, можно, например, перевернуть и резать именно так. И потом мы как-нибудь сможем, в принципе, соломкой-то и порезать. Все. Наши овощи порезаны. Огурцы, помидоры. И теперь перейдем к курицу. Пока мы это отправляем в одно место. У нас эта досочка едет сюда. И берем другую досочку специальную для мяса. Берем нашу курицу. Уже помыли, само собой. Теперь нам только останется просто взять, порезать чуть поменьше. Такой же мы не будем жарить, само собой. И потом, когда уже все обжарится, мы еще ее помельчим. В принципе, куски можно любые для жарки. Ну, чтобы так, чтобы все равномерно жарилось. Всякие эти хрящи мы вырезаем. Так, лук, в принципе, у нас готов. Как бы золотистая корочка почти что есть. Это хорошо. Пробуем. Он уже не сырой. Ну и, конечно же, не супер мягкий. А, так скажем, слово такое, аль денте. Да. Не знаю, можно применить к луку или нет. Но мы, как раз, все по-домашнему скажем. Добавим мы немного черного перца. Плиту можно, в принципе, уже отключить. Чуть-чуть так сыпанем на лук. И, в принципе, придать зеленого, так сказать, цвета поможет нам укроп. И, как сказать уж, завершить. Все, что мы посыпали, перемешаем. И получился у нас вот такой, в принципе, лук с приправками. И уже будет, само собой, в сто раз вкуснее. Жареный лук у нас готов. Начинка у нас, в принципе, почти готова. То есть, огурцы, помидоры, лук. И сейчас мы добавим специи на курицу. Все перемешаем. Немножечко приберемся. И будем уже жарить. И остается там всего лишь чуть-чуть этапчиков. И увидите уже конечный результат. Добавляем специи. Но на такую здесь все нагло сыпем. То есть, черный перец добавляем. Но не переборщит. Но и чтобы был хоть какой-то вкус, во-первых. Дальше. Добавляем желтую специю. Укроп мы туда добавлять не будем. Потому что, в принципе, уже у нас было на луке. Зачем нам везде одно и то же разнообразие. Но перец, это, в принципе, у нас по традиции добавляется. Ну и, конечно же, специальную приправу. Не знаю, секретная, не секретная. Но специальная приправа для курицы тоже добавим. Конечно, немного. Маленькая такая информация. Когда я готовил Цезарь. Это не было вот такой, кстати, рубрики. Не было еще это несколько лет назад. Я готовил и снимал. И весь этот процесс занял 2 часа. Обалдеть, да? В общем. Опять включаем плиту. На двоечку. И сейчас будем жарить курицу. Мы это сейчас быстро так сделаем. Так сказать, магия монтажа. И скоро вы увидите, как она там начнет жариться. И увидите уже, так сказать, итог. Самое главное, чтобы мясо было у нас мягкое, сочное, вкусное, не сухое. Потому что если сухое мясо, но жевать какую-то, так сказать, непонятную субстанцию, но тоже не очень. А хочется прочувствовать вкус, текстуру и все прочее. Поэтому мы это одолеваемся. Сейчас я все склеенные кусочки хочу разделить. Возможно, придется, может быть, что-то подрезать. Вот как я и говорил в начале видео. Но просто сейчас нам придется жарить какое-то время. Может, мы не будем никакие кусочки исправлять. А вот как они есть, так и есть. В общем, пожарим. Тут уже надо смотреть на глаз, как бы. Ну и на время. Но минут 10 придется точно жарить, а то 15. Вот поэтому мы сейчас жарим, смотрим. И первая еще такая тема у курицы есть. Как бы в курице есть вода. И при жарке она воду все отдает. И как бы вот когда курица белеет, это не признак, что она готова. Она еще сырая. Это всего лишь верхняя корочка. Так скажем, как корочка. Но внутри она сырой. И когда она уже побелеет, всю воду выдаст, тогда уже пойдет процесс жаркий. И тогда, тогда надо еще подождать какое-то время. И уже потом будет только курица готова. Надеюсь, что получится не очень-то плохо. И надеюсь, получится вкусно. Потому что я, в принципе, этот рецепт, нельзя сказать, что я сам его придумал. Это мой личный рецепт. Я, в принципе, посмотрел в интернете, почитал, подумал, что я хотел бы сделать. И вот что-то такое получилось. Конечно, в лаваш можно добавить разные продукты. Может быть, в будущем мы еще сделаем какую-нибудь шаверму. Но это всего лишь в будущем. Это как бы у нас первое пробное такое-то, кстати, видео. Все. Надеюсь, вы это видео поддержите. И в будущем такое, может быть, даже будет выходить чаще, больше. Поэтому все. Вот, вы видите, обжарилось. Просто цвет поменяло. Но это не признает, что готово. Но осталось нам сколько-то еще пожарить, обжарить. И начнется самое интересное. Итак, все. Курица у нас готова. Она сжарилась вот такого цвета. Все. Сейчас мы переложим на тарелочку. Я уже, в принципе, начал поодготавливать к порциям. Ну, курицу мы разделим, так сказать, на две порции. Мы сейчас же ее еще и попробуем. Если она будет прям как я хочу. А я вижу, что она должна быть как я хочу. То есть, сочная, мягкая. И должны чувствоваться все специи, приправки и все прочее. Вот. На сковороде одна штучечка осталась. Давайте мы ее и попробуем. Такс. И, 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 и. Ну, шеф-повар никак не может ошибиться с мясом, когда больше всего с мясом-то я работал. Как бы в школе, да. Супами я не дружу. Соусы я не готовил. Мясо, рыба. Это как трехюродные братья. Во. То есть, как бы как братья, как мои, как на ты, но только чуть-чуть еще и будут уже на ты. Курица вкусная. Специи чувствуются. Мягкая, нежная, прекрасно. Теперь, самое начинается интересное. Берем лаваш. Если честно, лаваш не так часто мы брали. И не знаю даже, какой он тут по величине. Еще я вам хочу сказать, что мы его еще и на сковороде обжарим. Да. Надо, конечно, на гриль. Но, гриле у меня нету. И она оказывается круглая. Я думал, квадратная. Увы, у нас проблемы. Уатсон. Но, угу. Я подумал, и как бы, да, у нас овал. Но, нам не помешает просто взять и разрезать на попалом. Что-то такое будет. Ничего, я думаю, здесь не будет. Да, может по размерам не очень. Но, в принципе, как бы, профессия повара такова, что нужно из любой ситуации как-то выкрутиться и должно получиться вал. Так что, режем мы напополам. Постараюсь разрезать прям, ну, напополам, чтобы не было обидно одному и другому. Ну, например, одна порция мне. Да. Самое главное, чтобы вот наша, так сказать, лаваш, наш лаваш был не сухой, нам нужно смазать соусом. Соус обычный, тысяча островов. Немножечко мы, так сказать, брызгаем, обмажем, промажем, чтобы не был сухим и был, в принципе, вкусным. Думаю, столько будет достаточно. Ложкой мы будем и размазывать, ложкой мы будем класть все ингредиенты, которые я подготовил для нашего лаваша. Теперь, как я решил, самое первое, положим что мы правильно. Мы положим лук, все будем класть мы примерно где-то здесь, потому что нам придется все это закрывать, закручивать. Мы лук кладем сюда. В принципе, лука-то много не надо. А, еще кусочек курицы, если казалось. Следующее. Я запланировал положить помидоры, потом я запланировал положить курицу, а потом уже огурцы разделим мы напополам. То есть, все есть, в принципе, подсчитано. Хотя, в принципе, можно положить-то и слоями. Тик его с ним уже. Вот. То есть, помидорки мы положили, в принципе, равномерно получилось. Теперь кладем ту самую курицу. Конечно, может быть, она слишком забольшая. Кто-то скажет, ты неправильно делаешь. Мы экспериментируем. Во-первых, это еще рубрика экспериментальная. Да, то есть, кладем кусочки. Ну, в общем, не будем жадничать. Давайте вот еще вот этот положим и все. Столько курицы. Добавим остренького соуса и закроем мы огурчиками, которые я уже давно порезал. Так, значит, тексикана. Это не реклама. Не реклама. Ни в коем случае. У меня спонсоров нету пока что. Немножко польем. Заканчиваем мы эту всю тему огурцами. Вот так кладем. И самое главное. Ох, самое главное. Это надо будет очень нам грамотно, хорошенько свернуть. То есть, получается, мы делаем здесь такой, как, не знаю, как пирог, не пирог, что-то такое. Везде огурчики положим, чтобы везде хрустело и выглядит даже и неплохо. У нас готово. Все продукты я использовал. Осталось теперь нам завернуть. Ох, давайте попытаемся. Я видел эту технологию. Я сначала не знал, как это делается. Но, возможно, сейчас будет маленькая катастрофа. Но, в общем, здесь мы делаем так. То есть, так же сможет даже толщина слишком забольшая. Но, думаю, ничего страшного. Теперь мы берем это все вот так вот загибаем. Так. То есть, так же я примерно делаю и блинчики. И теперь надо очень аккуратненько... А, немножко здесь порвалось. А даже не немножечко. Сгорем пополам. Мы положили на сковороду. Теперь обжарим с одной и с другой стороны. Хотя нужно на гриле. Гриль у нас дома нету. Но можно и на такой. Можно, в принципе, и лопаткой надавить, чтобы все прижалось. Немножечко порвалось. Но, сейчас мы все обжарим. И увидите скоро конечный результат. В общем. Наш первый эксперимент прошел, в принципе, на ура. Мы все-таки смогли сделать то, что я запланировал. То есть, домашнюю шаверну. А обошлось все вообще, если считать все продукты, прям до мелочи, 3,5 евро. То есть, такая домашняя шаверна за 3,5 евро. Обычные продукты. Ничего сверхъестественного. И что же получилось. Я сначала покажу самую такую наилучшую. Это вторая. Я не стал здесь ничего обрезать, отрезать лишнее. То есть, вот такая шаверна. Возможно, где-то не везде прожарилась. Но, можно не есть. То есть, начинку. Но, можно, в принципе, посмотреть, что получилось на вот это. То есть, вот мой, который я для себя делал. Немножечко разорвалось. Не знаю. Должно выйти, в принципе, все хорошо. Но, в принципе, начиночка видна вот здесь. И, в принципе, там, я как вижу, вроде бы щель какая-то имеется. Но, как бы, для начала, такая вот первая тема, в принципе, даже очень неплохо. Вот такое у нас вышло, так сказать, как можно сказать, видео с готовкой. То есть, рубрика «Дома вкусно». Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях ваше мнение об этом всем. Да. Поддержите лайком, комментарием. Расскажите друзьям. Подпишитесь на канал. И, возможно, скоро вы увидите еще кое-что интересное. Потому что я подготовил для вас. Ну и также напишите свои идеи. Возможно, я еще придумаю. И, в общем, будем так, так сказать, совершенствоваться. И, может, что-то такое получится. Вот. Так что, будем, так сказать, пробовать, дегустировать. Вам приятного аппетита. Я мне тоже. И всем пока.